Откровенно о запретном, просто о сложном. А также то, что не увидишь в массовом прокате. Этот фестиваль собрал сотни киногурманов Челябинска, зрителей в предвкушении, что ждет их на этот раз. Подожди, телефон на груди запишу, телефон на груди запишу. Этот фестиваль называют эпатажным и даже выходящим за рамки прилич, но в этот раз организаторы, кажется, поскромничали. 15 минут о презентацию и зрители оставили скучать за столиками. Они, кажется, только рады, ведь главное, здесь все-таки кино. Наталья Шварцкова есть чем сравнивать. Каждый год смотрят неправильные фильмы. На фестивале всегда можно посмотреть что-нибудь интересное, оригинальное, которое потом... фильмы, которые заставляют о чем-то подумать. Что-то понять где-то, покопаться в себе, может быть, покопаться в среде окружающей жизни. 10 дней, 16 лет. Организаторы говорят, эти фильмы бросают вызов ханжеству. В фестивале открыла картина французского режиссера Доминика Абеля – «Румба». Это история двухшкольных учителей. Они танцуют в сутки напролет. И даже автокатастрофа, после которой они стали инвалидами, не остановила ритмы латины. Но это все равно весело. И это все равно хорошо, очень приятно. Потому что пусть у тебя не будет ноги, руки, носа, памяти. Танцевать все равно можно. Можно танцевать, веселиться, любить жизнь. И потому это потрясающе. Испанский клуб самоубийц – это история тех, кто решил покончить жизнью. Бразильское тело – биография патологоанатома. А итальянский фильм «Скрытая любовь» – о девушке, которая оказалась в психбольнице. Здесь нет привычных сюжетов и избитых тем. Людям всегда не хватает чего-то особенного. Соли, перца, каких-то других специй, которых не хватает в том, что мы привыкли называть правильным кинематографом. То есть ширпотребом. А это фильмы, которые являются во многом авторской позицией. Ну, какие-то вещи не... Кстати, рожденный в Челябинске, фестиваль уже вышел за рамки одного города. Неправильное кино крутят в 19 регионах страны. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова